Очень рада действительно поучаствовать сегодня в этом налоговом марафоне. И среди всех тем, которые сейчас обсуждали коллеги, конечно же, хочется выделить, даже не хочется выделить никакую тему, потому что все очень важные. И важны они потому, что бизнес сейчас не понимает, в какую сторону бежать, в какую сторону звонить. Особенно это касается действительно малых предприятий среднего бизнеса. Они оказались в очень тяжелой ситуации. И сегодня мы поговорим о тех мерах, которые действительно уже есть у нас в государстве, которые сейчас применяются. Сейчас, секундочку, я включу демонстрацию экрана. Я пока не понимаю, видно ли презентацию. Ведущий может снова вернуться? Я просто не понимаю, видно ли презентацию? Да, Анастасия, все видно. Видно и презентацию, и вас. Да, сейчас, секундочку, запустим. Так, вот. Значит, слайд съехал. Значит, первое, что хочется сказать, это, конечно же, мы все видим и наблюдаем некую децентрализацию власти, которая сейчас происходит, и наделение определенных органов, в том числе исполнительной власти, которые ранее не имели этих полномочий, дополнительными возможностями по изданию определенной нормативно-правовой базы, с которой мы будем и бизнес, и консультанты работать. Значит, все предстоящее, всю предстоящее весну, лето, я думаю, что до конца года, конечно же, все эти нормы будут продолжать свое действие. Значит, первое, что хочется сказать, это об увеличении полномочий правительства Российской Федерации. Соответственно, сейчас необходимо во многих вопросах мониторить именно сайт правительства Российской Федерации на вопросы по вопросам издания определенных. Документов, которые определяют работу, работу компании, работу бизнеса, работу налоговой службы. И, конечно же, сейчас основной тенденцией является обсуждение введения некого моратория на проверки. И хотелось бы сказать о том, что, конечно же, бизнес нуждается в моратории на любые проверки, в том числе и камеральные. Сейчас в основном говорят про выездные. Я позже скажу, на какой срок у нас сейчас приостановлено проведение выездных налоговых проверок. И, конечно же, этот срок совершенно не отвечает тем требованиям, которые сейчас предъявляет бизнес к той ситуации, которая происходит. Сроки эти очень минимальные. И в течение этих сроков совершенно непонятно, что предприятия могут, как может измениться ситуация, если до конца апреля мы вообще, в принципе, находимся на выходных. А уже 1 июня нам объявляют о том, что выездные проверки вновь возобновятся. Но при этом нет совершенно никаких сокращений полномочий в рамках дистанционных методов налоговой контроля, которые продолжаются даже несмотря на выходные дни. Мы тоже об этом попозже поговорим. Конечно же, мы сейчас видим поведение правительства в отношении в том числе и определенных льгот, которые предоставляются малому и среднему бизнесу, отраслям, которые наиболее пострадали от распространения коронавирусной инфекции. Но вот в этих двух слайдах можно зафиксировать, себе отразить, это те направления, по которым сейчас необходимо активно просматривать сайт правительства на предмет определенных изменений. Значит, позже мы эти, соответственно, изменения конкретизируем. Значит, по поводу в том числе работы по субъектам Российской Федерации, конечно же, мы понимаем, что и в субъектах Российской Федерации тоже может сложиться своя практика дополнительных мер поддержки, как мы это сейчас видим, например, на территории региона Московской области. То есть территориальные органы исполнительной власти, в том числе налоговые инспекции территориальные субъектов, они имеют право, в том числе наделены правом выносить нормативную правовую базу, которая будет менять ход мер поддержки. И в том числе, конечно же, это не должны будут нормы противоречить законодательству, но основному законодательству и постановлению правительства, но изменяться для улучшения прав и положения налогоплательщика данные нормативка может. Значит, по поводу организации работы налоговой службы. В организации работы налоговой службы в том числе и кроются тоже определенные меры поддержки. То есть бизнес очень часто говорит о том, что пусть, например, мне не помогают какими-то конкретными льготами, например, мы увидим, что крупный бизнес сейчас совершенно забыт и в основной упор идет на бизнес, который наиболее пострадали сферой, и в основном на МСП идет поддержка. Крупный бизнес необоснованно забыт в этой связи. Но сама организация, работа налоговой инспекции, она тоже может сейчас и крупному бизнесу в том числе быть на руку. Значит, какие сейчас действуют нормы? Первое, с чем необходимо было бы ознакомиться, это приказ от 20 марта 2020 года. Номер вы прекрасно видите на экране в презентации. Это приказ Федеральной налоговой службы, который впоследствии был дополнен постановлением правительства. Сейчас еще раз слайд назад на приказ. То есть, в приказе у нас сроки установлены до 1 мая о приостановлении проведения выездных, а правительство, мы видим, скорректировало это до 31 мая, то есть, по сути, до 1 июня. Еще на один месяц продлило этот срок. Значит, естественно, контрольно-кассовая техника ККТ не будет проверяться тоже до 1 июня теперь. Все сроки, которые у нас установлены в приказе, они все скорректированы постановлением правительства, но рекомендуем читать приказ, поскольку там более детально прописаны все процедуры, которые будет необходимо производить, дабы не оказаться в ситуации, когда произошло какое-то нарушение, даже несмотря на то, что были приостановлены сроки проведения проверочных мероприятий. Значит, естественно, даже в рамках камеральных проверок исключены все мероприятия налогового контроля, которые связаны непосредственно с контактом с налогоплательщиками. Это осуществление допросов, осмотров, вызов налогового органа, выемок, проведение инвентаризации. Но что хочется сказать, что сейчас, как мы видим, в особо важных случаях налоговая инспекция просит также по видеосвязи выходить, давать пояснение, мы это видим у некоторых наших доверителей в деятельности. Более того, конечно же, налоговая инспекция продолжает направлять определенные требования, на которые просят дать пояснение, но позже мы тоже с вами поговорим о том, обязаны ли мы сейчас давать это пояснение, либо все-таки нерабочие дни, которые установлены указом президента, мы имеем возможность использовать как срок, на который может быть ответ на требования отложен. Об этом я скажу позже. Естественно, то, что я сейчас говорила про видеоконференцсвязь, это тоже изложено в приказе, и действительно, если есть какие-то особо важные случаи, в самом приказе отражено, то, что должно быть обеспечено проведение процедур по телекоммуникационным каналам связи и с использованием каналов видеоконференции. Поэтому здесь тоже нужно исходить из конкретной ситуации, если такую видеосвязь, такую конференцию налоговый орган запрашивает, он полностью имеет на это право. После этого приказа рекомендуется, конечно же, ознакомиться, уже мы говорили сейчас о нем, постановление правительства Российской Федерации, которое конкретизирует сроки, но еще раз повторюсь, что в приказе мы видим более раскрытый перечень инструкций и полномочий, которые вверены налоговой инспекции на период, как мы сейчас говорим, карантина. Значит, естественно, стоит сказать о том, что... Так вот, у меня тут загорается что-то подробнее, это, видимо, какие-то вопросы. Мы, наверное, позже на них будем отвечать. Позже мы на вопросы отвечаем или сейчас в моменте? Можно позже, в принципе, когда вы закончите основную часть доклада. Что хочется отметить, что также приостанавливается на срок, который указан в постановлении правительства и проверок по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации, и вынесение налоговыми органами решения приостановления операций по счетам в банках и переводах электронных денежных средств. То есть мы видим тенденцию того, что действительно на данный период сокращается полномочия налогового органа. Но, как и мои коллеги говорят о других мерах поддержки, то есть, например, о мораториях мы сейчас говорим, да, в данном случае это некий мораторий на срок определенный, но это не повод расслабляться. Я сейчас расскажу, почему. Потому что сохраняются у налогового органа меры дистанционного налогового контроля, в рамках которых он также имеет право проверить деятельность организации и произвести определенные, то есть сделать для себя определенные выводы и впоследствии произвести определенные доначисления. Какие же это мероприятия? Налоговый орган имеет право направлять, естественно, требования. Ну, что хочется сказать. Даже если направление требования выпадает на нерабочий день, естественно, течение сроков, и позже я тоже приведу к примеру, какой документ это регулирует, мы имеем право в течение нерабочих дней не отвечать на данное требование, а подготовиться. Поэтому в данном случае особо актуальным видится возможность подготовки в рамках предпроверочного анализа. То есть мы сейчас имеем возможность, имеем определенный срок для того, чтобы усилить доказательственную базу в рамках предпроверочного анализа. Поскольку мы понимаем, что в основном требования как раз в рамках этого предпроверочного анализа компаниями направляются. Налоговые органы также имеют право до настоящего момента проводить и встречные выездные налоговые проверки, и анализы банковских выписок, и анализы деятельности налогоплательщика с использованием автоматизированных комплексов. То есть вся сейчас работа налогового органа сосредоточена внутри вот этих всех возможностей. И они их, конечно же, будут использовать по максимуму. И повторюсь, что до настоящего момента мы не увидели ни от правительства, ни от управления Федеральной налоговой службы каких-либо послаблений в отношении выездных проверок и какого-либо долгосрочного моратория. При этом хочется сказать о том, что вот как раз об эффективности данных методов налогового контроля. За 2019 год посредством дистанционных методов, в том числе проведения камеральной проверки, в рамках которых в основном налоговая инспекция дистанционно сотрудничает с налогоплательщиками, было взыскано 131 миллиард рублей в бюджет. При этом по выездным налоговым проверкам было взыскано 195 миллиардов рублей. То есть суммы не очень сильно отличаются друг от друга, что показывает еще раз эффективность тех мер, которые сейчас указаны на слайде. Естественно, налоговая инспекция будет все это превращать в реальность. И все эти действия будут положены в основу возможных решений налоговых органов, не в пользу налогоплательщиков в будущем. Поэтому, конечно же, сейчас еще раз повторюсь, доказательственная база по предпроверечному анализу – это то, чем сейчас необходимо заняться вплотную выявлением деловых целей, выявлением возможных рисков по сделкам между взаимозависимыми лицами. Естественно, работа и по налоговой реконструкции – все это сейчас, как нам кажется, должно являться предметом работы предприятий, которые понимают, что в отношении них могут быть применены эти меры. Значит, по поводу правомерности направления. Еще раз хочется сказать о том, что действительно указы президента номер 239 были установлены на рабочие дни, до 30 апреля включительно. При этом мы понимаем, что федеральные государственные органы, в том числе и федеральная налоговая служба, продолжают функционировать на них. Этот указ не распространяется. Они перечислены в качестве субъектов, которые попадают под исключение. Значит, налоговая служба работы, значит, она имеет право направлять требования. Но при этом в настоящий момент отсутствует разъяснение в отношении порядка определенной даты получения документов, поступающих от налоговых органов, а значит и ответа. Поэтому в основном мы руководствуемся тем, что в нерабочие дни мы имеем право не отвечать на данные требования. И после того, как закончатся вынужденные каникулы, вынужденные рабочие дни, только после этого мы будем иметь возможность направить требования. При этом можно ссылаться на то, что какие-то документы находятся в офисе компании. Сейчас некоторым компаниям запрещена работа, выезд в офис невозможен. Поэтому предоставить ответ имеем возможность только после окончания соответствующих мер, ограничивающих в том числе и передвижение. И по поводу уже реальных мер поддержки бизнеса, которые выражаются не только в сроках либо в каком-то переносе мероприятий налогового органа, теперь поговорим про меры поддержки, которые касаются уже непосредственно и страховых взносов, и срок сдачи налоговых деклараций. Значит, по поводу сроков, да, налоговая декларация, сдача налоговой декларации продлена до 15 мая за первый квартал 2020 года, расчеты по страховым взносам также до данной даты до 15 мая продлен срок, расчет по страховым взносам за первый квартал. Значит, и документы по, как раз вот документы по ответам на требования, да, то есть мы здесь тоже можем увидеть на слайде то, про что я говорила, срок увеличения ответов на требования. Значит, по поводу упрощения ввоза товаров, как мы сейчас говорим, первой необходимости и медицинских изделий, видится, что действительно данная мера будет применена и будут освобождены от уплаты НДС товары первой необходимости, это защитные маски, костюмы, тест-системы. Это сейчас очень актуально, потому что многие компании перепрофилируются сейчас, и поскольку спрос на данную продукцию достаточно большой, многие сейчас как раз перенаправили свой бизнес для того, чтобы удержать его на плаву на продажу, на оптовую или розничную продажу данных товаров. Но, как мы знаем, что недавно была введена определенная норма, которая регулирует в том числе и оптовую розничную продажу медицинских изделий, также постановление правительства в данном случае фиксирует, во-первых, наценку, во-вторых, метод распространения. Сейчас Росхим в ближайшее время тоже должен выйти с разъяснением, каким образом будут через региональных операторов распространяться данные изделия и каким образом будет установлена вся эта работа и структурирована. И хотелось бы рассказать об одном случае, ну, как мне кажется, что это такой вопиющий случай. Владелец русской медной компании, бизнесмен Игорь Алтушкин, хотел помочь своему региону и закупил защитные средства на 1 миллион долларов, чтобы передать медикам и всевозможным некоммерческим организациям Свердловской области. Но чиновники потребовали заплатить за груз 20% НДС и 10% таможенной пошлины, поскольку посчитали это товарами народного потребления. И потребовали с Алтушкина почти 390 тысяч долларов налога в общей сложности. И оказалось, что эта сумма больше суммы, в которой вообще обошлась вся организация гуманитарного рейса. Самолет должен был прилететь 9 апреля, но вот до настоящего момента эта ситуация не регулирована. Будем надеяться, что удастся в ближайшие дни применить как раз вот эту возможность упрощения импорта и освобождения от НДС при ввозе таких товаров. При этом важно понимать, что классификация, что является защитной маской. Например, в том числе по регулированию правительством Российской Федерации производства и распространения медицинских изделий. Не все маски являются медицинскими изделиями. Если это просто какие-то текстильные маски, не медицинские средства защиты, тоже пока нет разъяснения, будет ли к ним применяться меры поддержки в виде освобождения от НДС. Естественно, изменены тарифы страховых взносов в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц, определяемых по итогам каждого календарного месяца, не превышающие величину минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. На начало расчетного периода тариф страхового взноса в размере 22%. И в отношении части выплат в пользу застрахованных лиц в том числе еще действует пониженный тариф страхового взноса в размере 10%. Если это как превышение над величиной минимального размера оплаты труда. То есть, по сути дела, сначала облагается все, что до МРОД в размере 22%. Все, что выше МРОД дополнительно еще облагается 10%. Естественно, в том числе мы видим и увеличение срока. То есть, раньше эти сроки все были в течение нескольких месяцев. Сейчас мы видим, что до 31 декабря 2020 года определенные меры продлены и имеют свое действие. Сейчас мы видим на данном слайде в отношении каких обязательств, в том числе по пенсионному страхованию, тоже была понижена процентная ставка. Естественно, данные меры нельзя оценивать как очень существенные меры поддержки. Они такие, ну не совсем бизнес на них реагирует однозначно. И, конечно же, и мы считаем, что они недостаточны, дабы некоторым отраслям оставаться на плаву. По поводу мер взыскания. Мы понимаем, что, конечно же, сейчас в отношении налоговой службы в том числе будет действовать моратория на банкротство. И в данном моратории, в федеральном законе о банкротстве, в котором была принята поправка, мы понимаем, что меры взыскания и меры по инициированию процедуры банкротства применяться не будут. Но при этом мы должны понимать, что, во-первых, эти меры распространяются только на те отрасли, которые наиболее пострадали от распространения коронавирусной инфекции. А второе, что меры ареста и обеспечительные меры продолжат свое действие. То есть, естественно, меры взыскания, опять же, до 1 мая, они все приостанавливаются и на время введения моратория на банкротство. Но меры ареста и меры обеспечительные, они никуда не уходят. Значит, по поводу отраслей экономики, которые наиболее пострадали, мы их можем увидеть на сайте Федеральной налоговой службы, на сайте правительства. И здесь тоже в слайде они перечислены. И вот сегодня мы как раз разговаривали, такой был кейс, разговаривали с компанией, которая занимается поставкой, оптовой поставкой продуктов питания. И у них внутри структуры есть логистическая компания, которая в том числе производит растаможку груза и ведет его до некого склада, то есть, если так можно называть, до пункта выдачи. И вот с какой столкнулись они проблемы. То есть, во-первых, меры поддержки в отношении логистической компании, в том числе и работа логистической компании во время действия указа президента по нерабочим дням. Так вот, мы когда еще раз зачитали указ, в указе указано условие о том, что компания, которая осуществляет деятельность и обеспечение, в том числе продуктами питания. И данные компании, как видится, то есть в перечне данных компаний в том числе могут быть включены и логистические компании, которые обеспечивают поставку продуктов питания. Вот эту аналогию можно провести и с перечнем отраслей экономики. То есть, мы понимаем, что действительно основной АКВЭД должен быть на 1 марта 2020 года, то есть для того, чтобы воспользоваться этим мерами поддержки, на 1 марта 2020 года у компании должен быть основной АКВЭД из тех, которые перечислены, вот, например, сейчас на слайде. Но что делать, если, например, у организации есть какие-то сопутствующие, сопутствующая какая-то деятельность, которая в основной своей массе являлась, в том числе деятельностью, которую они осуществляют, которую сняла компания. Можно ли в данном случае будет рассчитывать на меры поддержки? Вот как нам кажется, что практика будет исходить из, опять же, доказательственной базы, да, то есть есть возможность и будет возможность доказать, что компания, несмотря на то, что формально по АКВЭД не попадала по классификаторам, но она осуществляла соответствующую деятельность, поэтому меры поддержки к ней тоже могут быть применены. По крайней мере, сколько мы сейчас говорили с представителями налоговой инспекции, они тоже видят для себя впоследствии возможность вот такого объективного подхода к определению, распространяются меры поддержки на определенной компании или нет. Значит, для тех отраслей, о которых мы сейчас говорили, продлены сроки уплаты налогов. И мы видим на слайде, я не вижу смысла сейчас перечитывать все эти сроки, вы можете их прекрасно зафиксировать и сравнить, могут ли они применяться к вашим организациям или нет. Значит, и на данном слайде, да, на втором, также есть перечислены сроки, на которые продляются те или иные действия. Надеюсь, успели все зафиксировать. Значит, дополнительные основания отсрочки и рассрочки. Во-первых, хочется сказать о том, что данная мера, она не новая, она отражена в 64-й статье Налогового кодекса Российской Федерации, и она уже есть, да, то есть нам только говорят о том, что будет введен на определенный упрощенный порядок данной отсрочки. И некоторые предприниматели, ну, как мне видится, что это в основном, конечно же, предприниматели МСП, которые, может быть, в штате не имеют и финансовых директоров, и бухгалтеров, они задают такой вопрос, а отсрочка, это означает то, что вообще мы платить не будем. Но, естественно, это не означает, что, то есть никто от налогов освобождать не будет. Это даже по 439-му постановлению правительства Российской Федерации, когда у нас сейчас арендодатели обязали давать отсрочку по арендной плате вне зависимости от форм собственности, и в качестве меры поддержки предложили отсрочку по уплате земельного, в том числе налога, налога на имущество, на недвижимое имущество. И здесь тоже данные предприниматели спрашивают, а если мне, в том числе после 1 октября и после 1 января 2021 года никто не начнет платить, а, как мы знаем, у арендодателей срок получения вот этих платежей вообще продлили до 2023 года, то есть свои деньги они увидят не ранее 1 января 2021 года и могут получать до 2023 года. Он говорит, а если компания банкротится, и я ничего не смогу взыскать, буду ли я должен в таком случае платить налог, и в чем мера поддержки? Ну вот налог, естественно, нужно будет платить, то есть предоставляется исключительно отсрочка. До настоящего момента, как мы видим, что постоянно идут какие-то разъяснения, может быть, конечно, что-то поменяется. Значит, в случае возникновения оснований для отсрочки и рассрочки нужно практически, да, как нужно это сделать? Нужно подать заявление вместе с подтверждающими документами в налоговый орган по месту нахождения или учета. Крупнейшие налогоплательщики подают заявление в МРФ и НСССР, по месту регистрации, ФНССР самостоятельно проводит данный вид экономической деятельности и основания для отсрочки, а также оперативно принимает решение об отсрочке. Но если налоговый орган бездействует, естественно, можно подать заявление о бездействии налогового органа, и в данном случае арбитражный суд может побудить налоговый орган принять данные обращения к действию и дать ответ. Значит, отсрочку или рассрочку можно получить по платежам со сроками уплаты в 2020 году, и можно получить это кроме НДПИ и акцизов. Это тоже важно понимать, что на данные направления отсрочка не распространяется. Для того, чтобы получить отсрочку или рассрочку, нужно выполнять определенные условия. Во-первых, доход должен снизиться более чем на 10%, или доход от операции по нулевой ставке НДС уменьшился более чем на 10%, и должны предоставить соответствующие подтверждающие документы. А также должен быть сформирован убыток за отчетный период до 2020 года, хотя за 2019 год, например, убытка не было. То есть показываем убыток по кварталам 2020 года. Значит, обеспечение. Если отсрочка и рассрочка получается, заявляется менее чем на 6 месяцев, в данном случае обеспечить не надо. Но если более чем на 6 месяцев, в данном случае пока тоже никаких мер поддержек нет, если более чем на 6 месяцев просится рассрочка. Но подходит на сегодняшний момент любой вариант обеспечения обязательства. Это и залог, это и банковская гарантия в соответствии с требованиями налогового кодекса и поручительство, в том числе и личное поручительство. Срок предоставления о срочке. Если выручка снизилась более чем на 50% или есть убыток при одновременном снижении выручки, то на 12 месяцев. Если выручка снизилась на 30%, то на 9 месяцев. Если на 20%, то пропорционально на 6 месяцев. Во всех других случаях также оценивается отдельно. Документы все нужно предоставлять, все те же самые, но срок может быть скорректирован до 3 месяцев. Если снижение выручки произошло более чем на 50% или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 30%, то срок предоставления рассрочки может быть до 3 лет. Соответственно, понимаем, что в данном случае необходимо будет очень существенное обеспечение обязательства. Повторю, что пока в отношении обеспечения нет никаких мер и какого-то льготирования. По поводу особых условий отсрочки и рассрочки. Есть определенные категории, для которых предусмотрены дополнительные условия льготы. Это крупнейшие налогоплательщики, стратегические организации, системообразующие организации, городообразующие организации, организации, реализующие социально значимые товары и услуги. В данном случае также есть определенное в процентном соотношении месяца, на который может быть предоставлена рассрочка по особым условиям. И если было снижение выручки более чем на 50%, то увеличилось срок до 5 лет, и снижение выручки более чем на 30% до 3 лет. То есть мы видим по другим предприятиям, 3 года предоставлялось только при снижении выручки более 50%. То есть здесь немножечко тоже есть, мы видим послабление. Значит, меры, которые в основном направлены на предприятия, которые наиболее пострадали от распространения коронавирусной инфекции. Значит, мы уже говорили про 439-е постановление по аренде. Еще раз немножечко пройдусь по этому постановлению, у нас этого в слайде нет, но там есть тоже определенные условия. Во-первых, отсрочку по аренде у арендодателя имеют право просить только те отрасли, которые наиболее пострадали, и у которых АКВЭД, основной вид деятельности такого пострадавшего предприятия, был как основной вид деятельности на период 1 марта 2020 года. Многие сейчас задают вопрос. Опять же, думаю, что нет, наверное, в штате и юристов, и консультантов у этих компаний. Они спрашивают, а если сейчас в моменте поменяю АКВЭД, можно ли мне претендовать на меры поддержки? Конечно же, нет. При этом, как я уже сказала, по данному 439-му постановлению, мера поддержки арендодателям – это отсрочка по уплате налога на недвижимое имущество. И здесь многие компании тоже выступают с вопросом. Ту выручку, которую я могу недополучить, она совершенно не соотносится с тем налогом, который я плачу. Например, выручка за полгода в среднем у большого объекта торгового центра порядка 300 миллионов рублей, а налог на недвижимое имущество, например, 36 миллионов рублей. И поскольку мы понимаем, что многие из тех отраслей, которые наиболее пострадали, они вообще не смогут работать, не смогут выйти в рынок после тех обстоятельств, которые сейчас происходят, то мы понимаем, что будет бум банкротств, и этим арендодателям бедным только в рамках вот этих процедур банкротств предприятий можно будет рассчитывать на что-то. Но при этом мы понимаем, что кредиторами в первой очереди в данных делах будут являться трудящиеся, и именно трудовые отношения, именно кредиторы-сотрудники будут являться кредиторами в первой очереди. Совершенно непонятно, на что будут рассчитывать вот те арендодатели, которые недополучат свои, то есть будут действительно нести определенные убытки. Но будем надеяться, что они в данном случае будут иметь возможность воспользоваться теми мерами поддержки, поскольку убыток действительно будет у некоторых более 50%, могут воспользоваться теми мерами поддержки, про которые мы сейчас говорили. Для малого и среднего бизнеса мы видим больше мер поддержки, и в том числе есть мера, когда на период действия режима повышенной готовности уменьшается на 50% плата под договором на право торговли в нестационарных объектах, переходах и вестибюлях метрополитена. Метрополитен у нас продолжает работать, люди там продолжают ездить, поэтому видится, что данная мера, конечно же, тоже эффективная. Может быть, недостаточно, но, по крайней мере, она каким-то образом облегчает работу. Но при этом важно понимать, что если данное предприятие МСП не входит в перечень видов деятельности, которые сейчас запрещены, если запрещается, то вообще освобождается от платы по таким договорам. Договорам на право торговли. Практика предыдущих лет. О ней очень хочется сказать, потому что я уже говорила о том, что некоторые меры поддержки, например, в виде предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, либо, как мы знаем, достаточно успешно в процессуру банкротства применяется форма медиации и некоторой реструктуризации долга, когда идут большие налоговые доначисления, когда компания понимает, что она разом их выплатить не может. Действительно, у нас и в нашей компании есть практика заключения мировых соглашений с налоговой инспекцией в рамках процедуры банкротства, когда реструктурируются обязательства. И вот как раз по практике предыдущих лет хочется еще раз дать возможность ознакомиться с практикой по предоставлению отсрочки. В обычном режиме решение предоставления отсрочки или рассрочки принимается также Федеральной налоговой службой в течение 30 дней со дня получения заявления заинтересованной лица. И вот я уже говорила о том, что если все-таки будет бездействие со стороны налоговых органов, мы также можем применять действующую норму оспаривания. Это 201 статья АПК РФ, которая в судебном порядке имеет возможность обязать налоговый орган вынести решение о предоставлении отсрочки или рассрочки и рассмотреть те материалы, которые предоставляет налоговую инспекцию налогоплательщик. Ниже приведена практика. Вот первое, как раз постановление Пленума 30.07.2013 года, номер 57, она отрицательная, а вот постановление ФАС Северо-Западного округа 2007 года, она уже положительная, и можно с ней ознакомиться. Там как раз признали отказ налогового органа незаконным и удовлетворили требования налогоплательщика. Естественно, когда мы ознакомились с данной практикой, мы в том числе сможем некую для себя посмотреть практику применения, что налоговые органы для себя определяют в качестве достаточных доказательств для предоставления срочки, а что они для себя определяют как недостаточно. Я считаю, что, конечно же, этот вопрос требует более детального рассмотрения, но мы в рамках сегодняшнего выступления абсолютно точно не успеем это сделать, но это очень интересный вопрос, поскольку данные мерой поддержки могут пользоваться абсолютно все отрасли бизнеса, и в том числе, которые пострадали, и в том числе, которые не пострадали. То есть такая норма, она предусмотрена для всех категорий предприятий, она уже достаточно давно существует в законодательстве, в нашей системе права. Еще на этом слайде есть практика, есть решение ОФНС и постановление ФАС Западно-Сибирского округа, тоже очень рекомендую с этими документами ознакомиться, потому что там действительно приведена так практика, которая поможет сейчас в процедуре доказывания своих прав на получение данных мер поддержки. Значит, тезисно, что хочется сказать, значит, приостановили, еще раз, да, пройтись по мерам поддержки. Значит, первое, приостановили налоговые проверки, но того масштабного моратория, которого мы так все ждем, о том, что на долгий-долгий срок еще будут данные налоговые проверки в отношении всех отраслей, мы ждем меры поддержки, конечно же, для всех отраслей бизнеса, потому что чем дальше в лес, тем больше дров, и мы понимаем, что пока карточный домик, бизнес, отрасль за отраслью сваливается в процедуру, в некую процедуру, да, в состоянии рецессии. Сколько оно будет выходить из этой рецессии, совершенно непонятно, поэтому мы ждем отсрочку по проверкам, по повредению проверок, и в том числе и камеральных, потому что, еще раз повторюсь, 131 миллиард рублей, был доначислен в рамках как раз камеральных проверок, и они до настоящего момента имеют право быть произведены. Продлины сроки предоставления отчетности, в слайдах мы это увидели, я надеюсь, что как-то можем потом передать эту презентацию через организаторов, и вы еще раз сможете ознакомиться, по каким направлениям были продлины сроки. Определены сроки уплаты налогов, приостановили меры взыскания, но не приостановили меры обеспечительные, то есть могут накладываться аресты, может быть арест в том числе и банковских счетов, все это может быть. Значит, изменены тарифы страховых взносов, дополнительные основания получения отсрочки, рассрочки, и в том числе есть определенные категории предприятий, как мы видели, да, это стратегические предприятия, это социально значимые предприятия, градостроительные, которые имеют дополнительные преференции. И, конечно же, мы видим, что основной блок, который получит поддержку, это представители малого-среднего бизнеса и те организации, которые включены в перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали. Что делать остальным? Вы знаете, совершенно непонятно, что делать остальным, потому что очень много противоречивых мер поддержки, в том числе тот же самый мораторий на банкротство, опять же, повторюсь, действует только в отношении отдельных отраслей, но при этом сохранена, так скажем, вне-реестровая, вне-конкурсная субсидиарная ответственность. То есть очень много противоречивости в данных мерах, но то, чем можно воспользоваться, конечно же, пользоваться нужно, дабы просто, наверное, даже с точки зрения проверки механизма действия государства по поддержке бизнеса в такие периоды. Для того, чтобы мы понимали, какая будет статья, то есть для того, чтобы мы потом впоследствии сделали выводы, достаточны ли были эти меры поддержки для бизнеса, и, конечно же, необходимо ими воспользоваться, к чему мы сейчас и призываем. Это, наверное, все, что я сейчас хотела сказать. Конечно же, буду сейчас готова ответить на вопросы. Для дополнительных вопросов всегда готовы принять ваши обращения, в том числе через сайт нашей компании, через почту. сейчас жду тогда, когда выйдет на связь ведущий, и готова буду ответить на вопросы, если не есть. Анастасия, да, спасибо большое. Прекрасное выступление, действительно, к сожалению, очень проблемная вся ситуация, и вы абсолютно правильно заметили, что неполноценные меры предпринимаются. И вот у участников наших действительно накопились вопросы, предлагаю нам перейти в чат и пройтись по ним, потому что сегодня все-таки эти вопросы перед всеми стоят, и, мне кажется, стоит им уделить внимание. А где мы можем посмотреть вопросы? Можете мне помочь. В чате нажмите, пожалуйста, на кнопочку «Подробнее», и там у вас откроется чат. Так, Анастасия, поступают требования от налоговых органов даже в текущей ситуации, как на них отвечать, если всех отправили на карантин? Возможно ли ссылаться на карантин на особые условия? Да, можно. Еще раз повторюсь, что вы в презентации-то можете у меня увидеть продлили сроки ответа на требования инспекции. А как отвечать, то есть сроки-то продлили, но это не повод сейчас тянуть с ответом, да, то есть с точки зрения его формирования. То есть мы рекомендуем готовиться, как бы вы готовились в обычной ситуации в рамках предпроверечного анализа. То есть формируем доказательственную базу и отвечаем, когда закончится карантин, ссылаясь, естественно, на карантин, и отвечаем впоследствии, то есть в соответствии с запросом налогового органа. Но я всегда говорю о том, что 90% требований налогового органа, они незаконны, и они вне тех процедур, которые налоговый орган проводит в том или ином моменте. Очень часто запрашиваются те документы, которые должны запрашиваться, то есть в рамках камеральной проверки запрашиваются те документы, которые имеют право запрашиваться только в рамках выездной проверки, и всевозможные нарушения налоговые органы в своих требованиях излагают, да, то есть требования идут с нарушениями. Поэтому здесь вам поможет действительно грамотный специалист ответить на эти требования, потому что мы очень часто просто разворачиваем налоговую инспекцию с их требований, просим дать определенные разъяснения, уточнения, в данном случае выиграем определенное время. Потому что все требования идут в рамках предпроверочного анализа, как правило, то есть 99% требований — это значит, что идет предпроверочный анализ. Текст приказа опубликован в том числе и в консультанте, я не думаю, что он есть в пробной версии, но у нас, я честно сейчас не могу ответить на этот вопрос, абсолютно точно не хочу вас вводить в заблуждение, потому что нам направляют наши специалисты, которые у нас как раз работают в компании над сбором данных документов, прислали полный текст приказа. Думаю, что в консультанте он есть, и на сайте ФНС тоже должны быть, сейчас такие документы есть в открытом доступе. Значит, коснулись ли изменения сроков предоставления уведомления о контролируемых сделках? Нет, значит, все тоже в общем порядке, после карантина имеем возможность направить требования, и тоже у меня в слайде есть эта информация, на какой срок ответ на данные требования может быть, и ответ на эти уведомления может быть продлен. Значит, продлеваются ли сроки ответа по КНД в рамках возмещения НДС? Да, также продлеваются, извиняюсь, также продлеваются, уже просто сегодня третья конференция за день, уже в словах путаюсь, также как и до 1 мая 2020 года, так же как и сдача деклараций. Значит, по вопросам, 1 апреля это и за март можно или только, Анастасия, по взносам, с 1 апреля это и за март можно или только выплаты с 1 апреля? Да, можно и за март. Можно ли, стоит ли пробовать попасть в перечень системы образующих компаний, как вы относитесь к тому, что в этом списке виртуальное казино Макдональдс? Я отношусь, наверное, так же, как и вы, с неким вопросом, в чем у нас система образующая виртуальное казино, может быть, оно, может быть, мы чего-то с вами не знаем, и оно у нас формирует огромное количество рабочих мест. А насчет Макдональдса абсолютно согласна, поскольку с Макдональдсом, во-первых, работает огромное число контрагентов, в том числе производителей российских, которые, в свою очередь, формируют рабочие места. Ну и сам Макдональдс, как организация, как крупный налогоплательщик, формирует огромное количество рабочих мест. Макдональдс зарегистрирован на территории Нижнего Новгорода и формирует отчасти бюджет, в том числе региональный, поскольку это крупный налогоплательщик. Поэтому я считаю, что попасть в перечень системы образующих компаний, если у вас есть для этого основания, можно. Опять же, можете обратиться, в том числе, вот к нам на почту, лично ко мне, записаться на консультацию. Мы со своими сотрудниками налоговой практики поможем вам это сделать, если у вас есть для этого основания. Но против Макдональдса ничего не имею, пусть включается. Мы просто работаем с многими поставщиками, которые работают с ними. Это действительно компания, которая формирует вокруг себя достаточно большое экономическое и экономическое налоговое поле. Поэтому они, как никто, естественно, имеют право быть в этом перечне. Значит, пониженные взносы только для пострадавших отраслей или для всех МСП. Значит, пониженные взносы для всех МСП. Это применяется для поддержания всего сектора МСП малосредних предприятий. По-моему, это все вопросы, которые я, по крайней мере, здесь вижу. Мне действительно, знаете, очень просто говорить, например, на тему ПСР4.1 или как нарушают права налогового органа. Там можно разойтись и на несколько часов уйти в конъюнктурную беседу и очень много какой практики привести. Я постаралась подобрать тему для данного выступления действительно прикладную для того, чтобы вы зафиксировали, во-первых, нормативку, где это можно все почитать, как это можно использовать, потому что я прекрасно понимаю, что основная целевая аудитория, которая смотрит данный налоговый марафон, это все-таки финансовые директоры, бухгалтеры, сотрудники налоговых департаментов, компаний, юристы. И сейчас, как никогда, мы профессиональным сообществом должны с вами объединяться в своих усилиях формированию определенных документов, их даты выхода этих документов для того, чтобы их сопоставлять друг с другом, для того, чтобы они были эффективны, мы могли их эффективно применять в работе. Поэтому постарались по максимуму вам дать сегодня в слайдах информацию, чтобы вы ее зафиксировали. Но, как мы сейчас видим, даже в вопросах аренды, в вопросах работы тех или иных компаний, применения форс-мажорных обстоятельств, влияния этих форс-мажорных обстоятельств, в том числе на налоговые обязательства, каждая ситуация видится для нас уникальной. Поэтому мы сейчас активно, наша компания активно помогает предпринимателям, мы активно в моменте консультируем. Мы действительно 24 на 7 сейчас на связи, дабы сделать в том числе применение мер поддержки государства эффективными, и для того, чтобы то, что есть уже в законодательстве, тоже эффективно применять. А как вы видите, что даже самая отсрочка и рассрочка уже есть в законодательстве, 64-я статья НК, и сейчас наша задача — сформировать активную практику применения этих статей, чем мы, наверное, будем заниматься, когда откроются наши доблестные судебные органы. Анастасия, спасибо большое за прекрасное выступление и очень-очень своевременное. Действительно, очень хорошая и полезная подборка. Друзья, я думаю, что всем участникам будет очень полезно. Контакты Анастасии тоже будут в презентации. Пожалуйста, обращайтесь напрямую, задавайте вопросы, консультируйтесь. Давайте действительно в этой сложной ситуации друг друга поддерживать, помогать. Да, у нас, кстати, одними из сотрудников налоговой практики, у нас несколько сотрудников являются бывшими сотрудниками налоговых органов, я считаю, что сейчас наиболее ценно, поскольку мы с вами читаем одно, президент выступает, говорит одно, когда мы видим документ, мы видим другое. И действительно, очень много корректировок работы налоговых органов в данную минуту происходит ежедневно у них внутри. И очень важно в этой тенденции сейчас быть, улавливать эту тенденцию для того, чтобы не расслабиться. То есть меры, вот эти даже отсрочки, к сожалению, они нам не дают возможность расслабиться. И важно это понимать. И то, что мы раньше транслировали с коллегами, и с коллегами из крупных консалтинговых компаний, доказательственная база по предприятичному анализу, это то, чем сейчас должны заняться компании, вот в этот период, когда есть какая-то передышка. И ни в коем случае не расслабляться. Поэтому действительно обращайтесь к нам, обращайтесь к коллегам, обращайтесь. Я думаю, что совместно мы как-то сможем из этой ситуации выйти с наименьшими потерями. Продолжение следует...